котик скажет мяу а енотик скажет так ладно ребят алёте тамара здравствуйте здравствуйте валерий вы мне простите но мы уже тут гостиницы живем да я понимаю я знаю я в курсе я просто вот чё чего вы спорте за в том все показать позовем бы рассказывали что перевещать мы сейчас кушаем и что нового да да приятного аппетита тамарочка потому что мы сегодня не спала всю ночь у нас сегодня утром было астратой закутила нас сегодня выселили в квартиры мы со всеми чего данными я понимаю я понимаю я сам такой же я по поводу марина чентра вот не надо пока мы сейчас пока в резиденции в резиденции да я понимаю ну какие там условия тамара но я аж прекрасно все понимают какие условия что хотя бы нет никаких арабов арабов русскоговорящие нормально я понимаю все нормально русскоговорящие там понятно итальянцы тоже как ни крути но я вас понимаю прекрасно все прекрасно это ясно тамара по поводу мы с вами недообщались тут тоже сейчас слышали новости да что сейчас опять хотят прививки делать вот эти блютуз то хотя прививки опять делают хотя для телевизора мне нет может быть конечно они будут делать прививки хотят опять да все эти прививки вот поэтому я вас предупреждаю что вы ни в коем разе не делали я вот сегодня буквально с врачом говорит там по инфокрасному парку делаю прививки мы не делаем прививки просто они могут потом не выпустить за границу вот и все да планет по телевизору потому что не будет делать единый цифровой паспорт вот это вот я вообще не понимаю как так можно тамара паспорт потому что все люди тоже подчинились один раз подчинились два раза дураки уезжали мне вот беженцы звонили до из украины ряд можно вы там как там относятся к знаете да не знаю мне что-то не до этого но я понял я прекрасно я сам сейчас украины прекрасно ехать куда-нибудь в другую часть украины до молдавию еще куда-нибудь а почему они должны ехать в италию вот правильно я про тоже какая именно в италии пусть и вот норвегию шотландию подальше ну ладно несут значит тамар вы мне скажите пожалуйста вот квартира да точнее вот комнаты две в районе марина чентра нет пока не надо спасибо мне я понял ну а шо мне их пока на других людей искать или вам ищите не надо нам не надо мы искали когда в этот момент не могли найти у меня вашего телефона нет вы у нас односторонняя связь поэтому извините как нету я же вам звонил что не записали какой звоните вам позвонить невозможно как этот телефон показывает слону шутова написано то есть номер не известен а то самый который эстонский номер до там обрывается сразу связь говорит на эстонском языке и обрываю здесь странно это камешат пишет у вас нет или итальянского ну как я вам с какого звоню ли вам камшут почему вас написано в коночку то есть номер закрыт не так то что написано камшот, это ж не значит камшот. Ну номер-то засекретен, номера-то нет. Да как нету, я же звоню вам как-то. Ладно, да, это мелочи жизни. Ну подойдите, а я вот сегодня общался с Франческо Педринь, да. Пожалуйста. Да, и он вам привет передавал. Давно не заходили. Слушайте, прекратите, Валерий, ладно? Не знаю никаких Франческо Педринь, пожалуйста. Это рыбак местный. Рыбак. Я сейчас не могу разговаривать. Мы с сыном сейчас сели ужинать. Это понятно, сыну привет передаю. Спасибо вам большое за беспокойство, конечно. Солючи привет тоже передает. Ладно? Говорит, очень скучает по сыну. Ой, слушай. Да. Скучает тоже. Ну мы с ним на итальянском пошел, он же итальянец, муж там вышел, да. Я сейчас, я не могу говорить, мне тяжело. Простите, пожалуйста. На электростанции конференция. Я устала. Всего хорошего, Валерий. Созвоните в другой. Солючи, я бы хотела бы вас вернуть, сказал. В семью обратно. Да, конечно. Хотел бы. Ну ничего страшного. Что вы говорите, как и в сестерии? Что вы говорите? Нет, нет, нет. Я вам серьезно сейчас говорю просто. По поводу Марина Чендера, это же была его идея с Олючи. Ох. Главное, шесть. Да. Тамара сгонилась. Ну ладно, все. Я обрываю. Все, до свидания. Всего хорошего. Спасибо. Давайте обобщаемся по поводу тросов, которые оборвались, когда я ставил на церковь тросы. Троссы на колокол. Я устала, где-нибудь валяю. Да, Лючи, я, конечно, вас прекрасно отловит. Вы только что у нас вышли, можете переехать с десятью чемоданами, мы сидим на чемоданах. Понятно, можешь приехать, помочь вам чемодан разобрать. Ну, можете помочь, когда у нас не было жилья, и мы не знали, что делать. Нет, я понял. Ну, сейчас-то есть, может, чемодан разобрать. Валерий, простите, не могу говорить. В церкви был недавно, сегодня вас спрашивали. Все, до свидания. Не понял. Да, да, Тамара, здравствуйте еще раз. Спасибо, может, не будете меня звонить? Да, я последний раз, я прошу прощения, сам в шоке. Я не могу говорить, мне нужно уходить, извините. Да, я по поводу вот этого, как Клироса, звоню вам, помните? Ну, и что мне это с Клироса, и что? Я вот и упал, когда оттуда, с Клироса. Так я вспомнил, вот что было-то, вы же там были-то, да. Слушайте, я такого вообще не помню. Ну, я с Клироса упал, но мы же с вами в одном хоре были. Я тенор. Там он есть, вон, идите на Виевенький, Тетемра, там, по сути, Татьяна. Я сам же сейчас микробарбарбарс. Последний с Татьяной. А, Татьяна. Как она свою семью все отсканировала. Она, кстати, микробарбарбарс собирается. Это же ее была идея отсканировать всю свою семью тремя прививками. Не, прививки здесь... Вот эти последние дни, какая она глупая. Да, не, я же с вас, вы уж простите, вы еще за лупость. Я вас люблю, ценю как целого человека. Вы уж меня не надо. Я человек культурный, адекватный. Вы уж не надо меня там с Татьянами сравнивать. У меня прививки нету, я человек серьезный, понимаете. Ну и что вы хотите? Я не могу разговаривать, я устал, простите. Я сам с Мариной Чендрой сейчас вот нахожусь на ревандах. Валера, я вас не знаю, простите, не могу с вами разговаривать, простите. А что случилось? Давайте вам разную информацию. Из меня инвентанта уже вы уделили кучу информации. Зачем вам это надо? Какую информацию? Вы. А зачем? Я вас, про вас и так все знаю. Вы пытаетесь в доверие, какие-то мне факты заставляете, имена говорите. Я вам не верю. Вы меня простите, просто вы, наверное, мне не верите. Это понятно, потому что звонила. Потому что я вас не знаю, почему я должна вам верить. Незнакомый человек. Я предлагаю встретиться на Марине Чендрой. Я даже не знаю, кто дал мой номер, понятно? Вы же не говорите. Не понял. Кто дал мой номер? Как это кто дал? Вы же Татьяна мне дала, а потом еще Гриори. Общались, это самое, все вместе. Я сам на Клиросе работал, помните? Упал оттуда. Да вы что говорите, ничего не помню. Такого ощущения в истории не было. Сегодня с Германом вот общались, общались с Германом. По планке ходили, что-то. И может получше стало, Герману. Получше стало. А я с Клироса, как упал, до сих пор на Альчу. Ладно, я потом как-нибудь зайду в церковь, спрошу у них. Да, вы спросите, да, да, да. Вы спросите, потому что мы, наверное... Когда это было, 20 лет назад? Сколько? Когда это было? Не понял, я визит. Когда это было? Это было, да лет, наверное, 8-10 тому назад, Тамара. Сейчас больше не могу, простите, говорить. Я устала, простите. Я понимаю, да я же сам так говорю. Все, что давайте. Вот Марина Чентра, Ланда 6, там где католическая церковь. Помните, я тогда еще ставил колокол на тросы. Но они оторвались и бабку придавило Лючию. Лючию придавило. Помните, это я был, потом с Клироса упал. Она еще китайский там преподаватель был, украинским детям преподавала. Помните? Да, да. Как ты находишься? Валера. Микробарбарс. Сына дайте пообщаться. Простите, Валерий, у меня тут мой сын рядом. Да, да, привет ему передавайте от Валеры. Микробарбарс. Из Микробарбарса привет ему. Сыну, сыну вашему. Такой уже вырос красавец прям. Ух. Орел прям. Настоящий мужчина. Сколько людей на стриме? А? Сколько людей на стриме? Не понял. Сколько людей на стриме? Не слышал. Я по поводу Лючии там, это, если будете приезжать, ворота автоматически, да, стоят. Если там есть какие-то у вас магниты или чипы, знаете, после прививки, то там будет пиликать, не впустится. Да. Очень, очень смешно. Не понял? А кто это? Очень смешно, да. А, здравствуй, здравствуй, сынок. Как у тебя дела? Привет, абсолютно тебе. Абсолютный привет. Недавно виделся с ним. Молодец. Вот мы с тем вместе на электростанциях были. На электростанции. Да что, дядька успешный стал, вот. Даже в газете про него писали. Carrera de la Serra. Да. В 2001 году смог вывести энергобюджет города в плюс, понимаете. Вот. Ну, ничего страшного. А вы откуда вообще? Я микробарбарс, Виталий. Микробарбарс. Не, то есть, родом, да. Где вы родились? Где я родился? Да. Россия. Микробарбарс сейчас живу. Да, да, я там чувствую, русский акцент, прям чувствую. Да, да, чувствуешь, да. Прямо родной свой, да, чувствую. Не чувствую. Микробарбарс. Ну, я сразу же понял, что вы с Россией. Если что, чипироваться не надо, то там блютуз сразу будет поймать вот эту связь. Да, все, конечно, да. Наушники оденешь, понял, наушники. А там раз, если чипованный будешь, то связь пропадать будет. Понял, да? Да, я знаю, да. Ну, что ты не переживай, ничего страшного. Есть сейчас прививки. А как сейчас называется канал, я уже не помню. Кто, кто называлась? Не понял. Вы о чем вообще говорите? Где канал? Ну, ты же пранкер. Как назывался твой канал? Типут тебе на язык, что такие вещи. Я все-таки верующий человек. Значит так, Марина Чентра. Как ты нашел вообще номер? Ланда 6. Ланда 6, подъезжай. Где ты нашел это все? Кто нашел? Ланда 6, я сейчас здесь подъезжаю. Марина Чентра. Хочу две комнаты по 250. Две комнаты. Две комнаты. По 250, Тамара. Да. Да не надо, спасибо. Я понял, Ланенька. Тогда я уж прошу прощения за беспокойство. Да, уж вы отдыхаете. Добрых вам снов. Ну, все, обнимаю вас, народники мои. Ну, Ланенька, до свидания. Ты можешь в воскресенье, Валера. Да. До свидания, Тамара. Ты в воскресенье говорил. Воистину воскресенье. До свидания. С какой-нибудь ночью, а то тут нельзя орать. Мы в резиденцию, давай. Я ничего страшного. Ну, до свидания, Тамара. Кто нас выгонит пока? Ну, я знаю. Ну, у меня есть еще две комнаты. До свидания. Нельзя, Валера, после 11 разговаривать. Ну, в резиденцию. А я понимаю. Просто если что, у меня две комнатки, вы имеете ввиду, набирать. До свидания. Всего хорошего. И где-то не надо никакой прививки, не вздумайте делать. До свидания. Пришел хозяин вон пока. А, я знаю. Все, до свидания. Да, 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 да. Бля, может, потом позвонить и сказать, что я есть отец салют. Да, ну, да. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха. Мета-брат.